Общая протяженность латвийско-российской границы 283 километра. Леса, болота, реки, никаких территориальных претензий у сторон нет. Латвия и Россия признают нынешние рубежи. Но определить точное прохождение линий границы оказалось очень непросто. Подготовку демаркации специальная комиссия начала еще в 2009 году. Помимо расстановки столбов, помимо прорубки просек, что, кстати говоря, тоже дело очень трудоемкое. Используется техника, люди и все прочее. Все это требует времени. Ну и согласование внутри государства, соответствующих мероприятий и так далее. То есть объем работы грандиозный. Члены комиссии прошагали всю границу вдоль и поперек. В общей сложности надо было пройти пешком почти 2000 километров. Иногда эксперты вообще не могли пробраться сквозь болотистую местность и шли по поясам в воде. На вездеходах ездили, деревья на них падали. Но результат стоит того. И для Латвии это очень важно, говорит генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангулы. Когда граница промаркирована, пограничникам сразу становится ясно, где они могут установить наблюдательные пункты или где поставить знаменитые заборы, чтобы регулировать поток нелегалов и контрабанды. Потому что физически охранять всю границу невозможно. У нас нет столько пограничников. Для Латвии контрабанда и нелегальная миграция – большая проблема. Каждый месяц в лесах у границы задерживают десятки выходцев из стран Азии, которые стремятся через территорию России и Латвии попасть в Западную Европу и Скандинавию. А контрабанда сигарет для приграничного региона вообще проблема номер один. Недавно на пограничных пунктах установили вот такие сканеры. Проверяют все грузовые машины, въезжающие из России и Беларуси. Таможенники говорят, из-за таких проверок поток нелегальных товаров через погранпереходы почти прекратился. Контрабандисты ищут пути обхода КПП. Перепрерывая через лес, через тропиньки, бывает, что и даже плотом по реке с Беларуси. Такие тенденции тоже в последнее время появляются. Чтобы прекратить поток контрабанды, два года назад Латвия начала строить забор на границе с Россией. Скоро точно такое же ограждение появится и на границе с Беларусью. Проект планируется завершить до 2020 года. Строительство линии и заграждений обойдется примерно в 30 миллионов евро. Мария Андреева, Данил Жилинский, Рига, Латвия.